Связь также можно создать с помощью области «Схема данных». Давайте рассмотрим, как это сделать. Перед вами таблицы, входящие в связь, и линия, по которой можно судить о том, что эта связь один ко многим. Когда вы работаете с этим инструментом, помните, он не создает для вас список подстановки, в отличие от мастера подстановок, но это не так уж плохо. Если вы пользуетесь запросами для извлечения и обработки данных, вам необходима связь, а не список подстановки, так как сам запрос возвращает нужную информацию. Чтобы открыть нужную область, на вкладке «Работа с базами данных» нажмите кнопку «Схема данных». Если в области ничего нет, вы можете перетащить в нее нужные таблицы с панели навигации, вот так. Обратите внимание на отличие от мастера подстановок. Здесь, в дочерней таблице, должен быть внешний ключ с тем же типом данных, как и в основном ключе, или с совместимым типом. Вот мой внешний ключ. Чтобы создать связь, мне нужно просто перетащить основной ключ на внешний и отпустить его. Откроется диалоговое окно «Изменение связей». Я установлю флажки для целостности данных, каскадного обновления и каскадного удаления, а затем нажму «Создать». Вот и все. Связь один ко многим создана. Далее мы создадим связь «многие ко многим», которая часто встречается в базах данных для отслеживания заказов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok